Так называемый флирт мертвого сезона начинается обыкновенно, как должно быть каждому известно, в средине июня и длится до середины августа. Иногда, очень редко, захватывает первые числа сентября. Арена флирта мертвого сезона – преимущественно летний сад. Ходит по боковым дорожкам. Только для первого и второго рандеву допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным. Она никогда не должна приходить на рандеву первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться. Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответственен за свою походку? А разные маленькие случайности, вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колено или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого? Да, если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни-полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту. Сидящему гораздо легче. Если он мужчина, он читает газету или нервно курит папиросу за папиросой. Если женщина, задумчиво чертит по песку зонтиком или грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недорно также ощипывать лепестки цветка. Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения. Итак, дама не должна приходить первая, кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность. А я уже хотела уходить. Боже мой, чего же? Я ждала вас почти полчаса. Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут. Конечно, вы всегда окажетесь правы. Но ведь часы. Часы здесь ни при чем. Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях. Дальше уже легко. Можно прямо сказать. Ах да. Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама? И тогда далее. Это выходит очень хорошо. Еще одно важное замечание. Сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в летнем. Почему? А я почем знаю? Потому. Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится. Да, кроме того, попробуйте-ка в летнем. Ничего не выйдет. Таврический специально приноровлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды. Я желаю только покоя. И вид на государственную думу. И я еще мог надеяться. Да, вообще лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаешь. Одно плохо. В Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие мало подходящее. Для меланхолической великолепно. Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на него или на нее свои изумленные глаза, полные слез, и посмотреть с упреком. Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете скорбно и кротко улыбнувшись сказать «Это нервно». Вообще, флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагорашивает. У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чихание, не правда ли, всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку». Чихание для флирта было бы гибельным, но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное «Ах, это нервное». В некоторых случаях особо интенсивного флирта, даже флюс, можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят, добросовестный флиртер непременно поверит. Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в летнем саду и в Таврическом. В летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, поднять глаза, полные слез. При прощении в летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взором заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь. И вы в полуобороте, шляпа в ракурсе. Этот момент нескоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой. Не вздумайте, только бога ради торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понурив голову, идите через цепной мост. Ах, он так же сбросил свои сладкие цепи. Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить галу Петера и откусить кусочек. Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить, ах, это вы. Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то ничего нет и удивительного, что человек пришел в назначенное время, в назначенное место. Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание. Ах, сегодня день неожиданных встреч, только что встретилась с имя рекса флиртующего, а теперь вот с вами. Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится. Здорово и глупо!